Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о формах собственности, которые существуют в Таиланде. Их две основных это freehold и leasehold. Freehold это 100% собственность с правом передачи по наследству. В Таиланде freehold разделяется на два способа оформления. Это так называемая иностранная и тайская квота. Что это такое? Если взять любой кондоминиум за 100%, то 49% всей площади, жилой площади, может быть продано на иностранный паспорт. То есть в ченоте, в свидетельстве о собственности, указывается фамилия, имя иностранца. 51% может быть продан на тайский паспорт, либо на компанию, открытую на территории Таиланда. То есть вы, как иностранец, можете купить либо на свой паспорт, либо на компанию, которая открывается здесь в Таиланде. И то, и то является 100% собственностью с правом передачи по наследству. Если говорить о покупке дома, то в Таиланде все дома и виллы, они регистрируются только через юридическое лицо. То есть по тайской квоте. Связано это с тем, что все то, что стоит единицей на земле, виллы, отели, дома, гестхаусы, это все в земельном департаменте оформляется как покупка земельного участка. А земельный участок в Таиланде не может принадлежать иностранному паспорту. Открытием юрлица занимаются тайские юристы. В этой компании вы являетесь учредителем и директором с эксклюзивным правом подписи и распоряжением имущества, которое принадлежит этому юрлицу. Единственное, что при приобретении недвижимости по тайской квоте добавляется одна статья расхода. Это сдача нулевого баланса. В среднем это 12-15 тысяч бат в год. То есть вам нужно показать государству, что вы не ведете никакой экономической деятельности на территории Таиланда. Это абсолютно 100% законный и легальный механизм по оформлению недвижимости, который здесь существует уже десятки лет. Повторюсь, все то, что стоит единицей на земле, оформляется только таким образом. Получается, что покупатель является собственником компании, а эта компания является собственником дома. В таком случае в ченоте прописывается не фамилия, имя покупателя, а название юридического лица. Но, тем не менее, у вас есть все права на этот дом, сдавать его в аренду, передавать по наследству и так далее. Также на само строение выдается Blue Book. Такой документ, ну, по нашему можно сказать, что это домовая книга. Здесь указан собственник, указан адрес дома и регистрация водных и электрических счетчиков. Основным документом, который подтверждает свидетельство на собственность в Таиланде, является ченот. Вот. Это вот такой документ. Здесь на лицевой части идет адрес и описание объекта сделки. В данном случае это ченот на квартиру. Здесь идет ее планировка, размеры, далее общая площадь и кадастровая стоимость. С обратной стороны идет история владения. Ченот на дом выглядит аналогично, только здесь идет участок земли, то есть где он расположен. Все то же самое. Адрес, цена, площадь и с обратной стороны идет история собственников. Ченоты составляются в двух экземплярах. Один хранится в земельном департаменте, второй владельца. Вторая форма владения называется Лисхолд. В таком случае составляется контракт долгосрочной аренды. Стандартный контракт идет на 30 лет с кратным правом продления. Как правило, продлевает либо до 90, либо до 120 лет. Это уже определяется политикой застройщика. У вас также есть право сдавать недвижимость в аренду, передавать по наследству, либо продавать, но только в рамках указанного арендного срока. Это были основные моменты, которые необходимо знать. Как вы поняли, нет ничего сложного при оформлении недвижимости в Таиланде. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, заходите на наш сайт, там очень много полезной информации. Спасибо. До свидания.